Приветствую вас дорогие друзья, усаживайтесь поудобнее, приятного вам просмотра. Однажды беспризорная собака стала матерью троих очаровательных щенков за гаражами. Местные жители не оставили их без внимания, регулярно подкармливая как мать, так и ее малышей. Щенки подросли и стали жизнерадостными, дружелюбными существами. Двоих из них удачно пристроили в добрые руки, но один щенок осталось жить на улице. Ее назвали Забава, и она быстро стала любимицей всех жителей округи. Заботливо за ней ухаживали, кормили, купали и следили за ее здоровьем. Забава отличалась особым умением ласково подходить к людям и требовать ласки. В ответ ее всегда гладили и чесали за ушами. Забота жителей сделала ее почти домашней собакой, она всегда была ухоженной и здоровой. Однако, не все радовались ее присутствию. Один из соседей, проживавший на втором этаже, не переносил собак и всегда прогонял Забаву. Но щенок, ничего не понимая, встречала его с радостью и вилянием хвоста. Чтобы обезопасить себя и собаку, жители показали ее ветеринару. Они собрали деньги и привили ее от всех основных болезней, а также провели стерилизацию, которую Забава перенесла хорошо. Собака делила людей на своих и чужих. К первым относились жители окружающих домов, ко вторым – прохожие и гости. К чужим она относилась настороженно и иногда даже агрессивно, что иногда было вполне обосновано. Например, однажды в микрорайон приходил мужчина, который вел себя подозрительно, но Забава сразу почувствовала неладное. Когда этот человек украл вещи у одной из жительниц, собака схватила его сумку и не отпускала, пока соседи не пришли на помощь. Этот случай заставил даже скептиков признать пользу от присутствия Забавы в их дворе. Ее стали лучше кормить, и детям разрешили играть с ней. Для Забавы построили будку под деревом, утеплили ее старыми тряпками, и собака жила там несколько лет, пока жители не заметили изменения в ее поведении. Если раньше она ловко ловила брошенную ей еду, то теперь стала игнорировать ее, пока ее не подносили вплотную к морде. Раньше Забава всегда ловко ловила мяч, но затем она начала его пропускать. Иногда она шла и неожиданно сталкивалась со стеной. Все это казалось странным, и собаку нужно было показать ветеринару, но парень, который обычно занимался такими вопросами, уехал, а другим это делать не хотелось. Спустя некоторое время у Забавы начали мутнить глаза. Обеспокоенные жители наконец нашли кого-то, кто согласился отвезти ее в клинику, но было уже поздно. Ветеринары подтвердили, что собака ослепла, и зрение восстановить уже не удастся. Эта новость расстроила всех. Жители сочувствовали Забаве, но не знали, как помочь. Собака стала осторожнее перемещаться по двору и больше времени проводила у своей будки, опасаясь столкновений. Однажды Забава едва не попала под машину, когда автомобиль двигался задним ходом, и водитель не заметил ее. После этого инцидента она перестала покидать территорию возле своего укрытия. Местные жители продолжали заботиться о Забаве, приносили ей еду и воду. Однако, из-за сниженной активности у Забавы упал аппетит, и она почти перестала есть. Тем не менее, соседи решили, что перед предстоящей смертью собака должна хорошо питаться, и начали кормить ее мясом. Все изменилось, когда однажды утром приехал грузовик с вещами новых жильцов. За ним последовала ликовая машина, из которой вышли мужчина, женщина и собака. Новый пес, почувствовав забаву, подбежал к ее будке. Забава, почуяв незнакомца, начала рычать, но когда пес подошел поближе, рычание прекратилось. Животные начали обнюхивать друг друга, забыв о всем вокруг. Хозяин несколько раз пытался отозвать свою собаку, но та игнорировала его. В конце концов, мужчина подошел ближе, окликнул своего пса по имени Грей, и тот, наконец, откликнулся. После того, как грузчики закончили разгрузку, Грея временно закрыли в ванной, чтобы он не мешал, а затем выпустили осмотреть новое место жительства. Все это время забава смотрела на него из своей будки. Вечером после переезда, когда все были утомлены, полноценная прогулка для Грея не состоялась. Андрей, уставший после долгого дня, сходил в ближайший магазин за продуктами и быстро вернулся домой. Грею хватило времени лишь на то, чтобы справить свои нужды на улице. Собака, уловив запах забавы, остановилась, но, понимая настроение хозяина, предпочла не углубляться во дворы. На следующее утро, едва рассвело, Грей, полной решимости, разбудил хозяев. Переполненный энергией, он начал вилять хвостом и тянуть поводок, явно давая понять, что пора на прогулку. Андрей, улыбнувшись, начал надевать обувь. Пес был в восторге и даже прыгал от радости. На мгновение он остановился, словно вспомнив что-то важное, и побежал за своей любимой игрушкой резиновым мячиком, который затем принес к двери. «Хочешь поиграть?» – спросил Андрей, видя, как Грей трепетно держит мяч в зубах. «Ладно, пойдем поиграем», – сказал он и открыл дверь. Они вышли на улицу, но вместо привычного сквера Грей потащил хозяина к будке, где жила забава. Андрей не был любителем уличных собак, ведь большинство из них казались ему опасными, и он опасался за здоровье Грея из-за возможного заражения болезнями. Андрей пытался удержать Грея от подхода к будке, тянул поводок и строго командовал идти в другом направлении, но пёс был на удивление упрям. Сначала Андрей пугался неуправляемого поведения своего питомца. Дойдя до будки, Грей осторожно положил мяч у входа и громко залаял Маша хвостом. Из будки послышалось негромкое рычание, но пёс продолжал настаивать. Присев, он жалобно заскулил и ещё сильнее завилял хвостом. Его усилия увенчались успехом, из будки появилась забава. Она медленно вышла наружу, а Грей весь дрожал от волнения и радости. Но игры не получилось. Забава проявляла мало интереса к мячу, который Грей так старательно ей предложил. Пёс был сбит с толку, но вскоре понял, что забава ничего не видит. Она осторожно обнюхала предложенный мяч и облизала его, но играть так и не стала. Грей, разочарованный, но не унывающий, остался рядом с новой подругой, пытаясь поддержать её, как мог. Андрей, наблюдая за этим, окончательно осознал, что его пёс нашёл истинного друга и решил помогать обоим собакам, как только сможет. Грей, давай домой, вновь окликнул хозяин. Пёс медленно починился, чувствуя себя разочарованным, поскольку думал, что забава просто не желает с ним играть. Он даже забыл про оставленный мяч. Забава просидела у своей будки, прислушиваясь к звукам удаляющихся шагов хозяина и Грея, удивляясь, почему она осталась одна. После того, как шаги стихли, она нашла мяч, взяла его в зубы и утащила внутрь своего прибежища. Следующие несколько дней прошли под знаком повторения этого сценария. Грей приносил игрушки-мячи, верёвки, пластиковые кости и каждый раз пытался уговорить Забаву поиграть. Но дворняга так и не могла понять, чего же от неё хочет этот настойчивый пёс. Грей каждый раз уходил расстроенный, а Андрей возвращал забытые игрушки домой, чтобы на следующее утро пёс снова выбирал из коробки что-то новенькое, в надежде угодить Забаве. Андрей познакомился с соседями, которые рассказали ему о судьбе Забавы. А потом произошло нечто, что помогло Грею всё понять. Однажды утром, придя к будке, Грей обнаружил, что она пуста. Забава была на улице и ела из миски. Когда она слышала гавканье Грея, она оторвалась от еды и поспешила к нему, но не заметила дерева на своём пути и ударилась носом. От неожиданности Забава наступила лапой в миску, отшатнулась и ударилась задом, а стоящую позади машины. Она остановилась, начала растерянно озираться вокруг. Понюхав воздух, Забава направилась к Грею, который тем временем преодолел расстояние и стал перед препятствием на дороге. Забава случайно ударилась носом о спину Грея. Пёс мягко потолкнул её к будке, подобрал миску и поставил её перед Забавой. Собака зарычала, подозревая, что кто-то трогает её еду. Но Грею не было дела до еды, он отошёл в сторону. С тех пор Грей перестал предлагать Забаве игрушки. Он понял, что она слепа, но его интерес к ней не исчез. Теперь, когда Андрей не сердился из-за того, что каждая прогулка начиналась и заканчивалась у будки Забавы, они могли спокойно проводить время вместе. Животные обнюхивали друг друга и радостно виляли хвостами. Грей уделял подруге несколько минут, а затем послушно следовал за хозяином домой. Забава же сидела возле будки и грустно ожидала следующей встречи с новым другом. «Бедняжка», – промолвила хозяйка, глядя на собаку. «Она не может даже с Греем куда-нибудь сходить. Смотри, как она скучает». Неудивительно, ведь целыми днями она сидит на одном месте. Андрей задумался над словами хозяйки и решил изменить ситуацию. В следующий раз, когда он взял Грея на прогулку, он зашел в замагазин и купил красивый ошейник и новый поводок. Грей смотрел на покупки с любопытством, не понимая, зачем они могут быть нужны. Ведь у него дома уже было все необходимое для прогулок. Но вместо того, чтобы отправиться в обычный маршрут, Андрей повел Грея прямо к будке Забавы. Грей был озадачен, но следовал за хозяином. Приблизившись к будке, Андрей аккуратно закрепил новый ошейник на шее Забавы, которая сначала нервничала и пыталась вырваться. Затем он прикрепил к ошейнику поводок. Когда Забава почувствовала натяжение поводка, она испуганно замерла, а потом упала. Грей моментально подбежал к ней, помог подняться и тихо потолкнул к Андрею. Осторожно, делая несколько шагов, Забава начала следовать за Андреем, чувствуя рядом Грея. Они медленно дошли до ближайшего сквера. Забаве было непривычно и страшно, но наличие Грея рядом делало ее более уверенной. Андрей освободил Грея от поводка и наблюдал за тем, как он начал аккуратно вести Забаву по скверу. Они подошли к газону, где немного поиграли вместе, а потом Андрей решил, что пора возвращаться домой. Домой, так домой, подумал Грей, все еще ведущий Забаву на поводке. Но вместо того, чтобы отдать поводок Андрею, он уверенно повел Забаву дальше, минуя подъезд своего дома. Отдай поводок, потребовал Андрей, но Грей, словно не слыша его, продолжал вести Забаву, пока не довел ее до входа в их дом. Так закончилась эта история. Будка во дворе осталась пустой, а Забава переехала к новому другу и его хозяину, нашла новый дом и семью. Никто больше не видел мячик, который когда-то приносил Грей, он остался лежать в коробке с игрушками. Теперь Забава жила в теплом доме, окруженная заботой и вниманием, рядом с надежным другом, который стал для нее глазами в этом большом мире. Если вам понравилась эта удивительная история, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь им со своими друзьями. Ну и конечно не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные истории. Всем пока и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok